Школьные каникулы. Как сделать их безопасными для ребят, остающихся в дневное время без родителей? Об этом сегодня говорили на межведомственной видеоконференц-связи руководители образовательных учреждений, профильные специалисты и социальные педагоги. Безусловно, ребята помладше без присмотра взрослых не остаются. Под особым контролем находится так называемая группа риска. А это около 650 подростков, которые состоят на профилактическом учете и 280 семей. За 5 месяцев текущего года проведено 21 вечерний рейд и проведены обследования жилищно-бытовых условий 233 семей, в которых проживают 395 детей. С родителями проводятся беседы. Частота профилактических рейдов на протяжении всех летних месяцев будет увеличена. Для того, чтобы удостовериться, что дети одеты, обуты и накормлены, что они находятся в хорошем состоянии, если они находятся в деревне, то мы получаем информацию. Для того, чтобы по каждому ребенку понимать, что же в их семье, если есть необходимость, то и помочь. Потому что мы понимаем, что возникают разные сложные ситуации в жизни. Иногда помощь нужна, и здесь включаются отделы соцзащиты, отделы при администрации районов города Чебоксары по комиссиям по делам несовершеннолетних, для того, чтобы эту помощь организовать. Не лишним будет еще раз провести родительское собрание онлайн и напомнить основные правила профилактики. В условиях ограничительных мер альтернативным досугом стали виртуальные онлайн-лагеря. На сегодняшний день, к сожалению, нашим детям доступен лишь онлайн-лагерь. В перспективе волна, березка, весная сказка. Всевозможные челленджи, флеш-мобы, мастер-классы. В прямом эфире ребята показывают свои таланты и ждут открытия обычных лагерных смен, если позволит эпид-обстановка. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.